так итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас минус 26 по моему был на улице я не стал снимать видео как машина завелась просто называть легко и опять никто бы не померял вообще это бессмысленно новые иномарки снимать бензиновые на то как они заводятся на мороз потому что заводится все а и так перед вами как хотел сказать в польцваге toyota highlander 2014 года сегодня мы естественно посмотрим внешность я расскажу про теоретическую сторону автомобиля и сделаем определенные выводы естественно посмотрим салон багажник и все остальное и так данные автомобили у нас с v6 вообще цены начинаются от миллиона 700 миллион 700 миллион 700 копейками точных пока еще цен по моему нет это будет передний привод состав 80 8 лошадьми максимальный мотор v6 2 миллиона то есть полный привод 2 миллиона 89 с мотором v6 такой же 35 но дефорсированный до 249 лошадей естественно понятно что для того чтобы как бы налог меньше платил клиент и снизили налог а на самом деле возможно там тоже все и само и так значит внешне машина безусловно стала лучше очень сильно не почему-то машина напоминает что-то среднее между киа sorento обновленным и джип гранч роки благодаря чему дизайнеры на мой взгляд постарались эту машину сделать как можно более так мужским и брутальным то есть они визуально увеличили колесные вот эти арки мало того что есть такая здесь постамповка да под увеличение арок спереди и сзади естественно так вот еще черным как бы вот так вот вывели и добавили вот такую классическую для грандов хромированную окантовку вот поэтому сбоку она напоминает гранд широкий это неплохо наоборот мы прибавили такой мужской линии и машина стала быть похожим на внедорожник машина естественно стала автомобиль стал естественно больше шире выше и длиннее чем предыдущий вот так он смотрится сзади фонари стиле rx вот и не случайно что хотел сказать на данный момент задняя макферсон которая была заменена на многорычажку на многорычажку так и подобное стоит на rx и теперь система полного привода здесь не постоянно полная а стоит муфта как бы подключаемая при пробуксовке передних колес о чем это говорит в принципе вот на предыдущем автомобиле стоял полный привод здесь теперь у нас подключаемый задний что в обычном городском режиме естественно автомобиль будет как преднеприводный при пробуксовке подключается задок на предыдущем был постоянный полный это сделано для того чтобы этот автомобиль меньше ел я так как очень близко знаком с предыдущим хайлендер могу сказать что они ели в пределах 20 всегда стабильно этот за счет того что полный привод работать будет не всегда будет есть меньше вот и плюс многорычажка сзади как бы у нас появится такая легковая управляемость появились огни ходовые то есть они включаются когда все фары выключены так как бы ну грозно машина стала выглядеть согласитесь то есть если он будет в черном свете то настоящий такой мужской автомобиль что он мне кажется позволит увеличить процент мужчин который покупает данный автомобиль те кто ездил на предыдущих автомобилях теща 3 года не покупать жене шубу 3 года не выбрасывать елку мужики сейчас я вот так вам даже покажу те кто видел ездил смотрел мой предыдущий тест-драйв предыдущего хайлендера и вы сильно удивитесь потому что салон в этом автомобиле стал действительно намного качественней лучше и богаче как им это удалось машина в принципе стоит тех же денег но нам много как будто автомобиль классом выше везде у нас кожа полная да это я максимальная практически комплектация здесь огромный дисплей в середине у нас руль кожаный просто в предыдущем там был такой дешевый пластиков было очень много и в дверях и на панели здесь надеюсь вы уже увидели это вот сейчас я вам поближе покажу машина еще от отмерзает вот начнем с дверей что здесь стал намного лучше пластик то есть он стал покачественнее да здесь уже появились кожаные вкладки такие и здесь имитация дерева обратил внимание что теперь фильм джибель они выделяют как премиальный аудио бренд хотя раньше такого я не видел здесь она установлена сиденья сиденья тоже стали намного выразительнее по сравнению с предыдущим то есть у нас электрорегулировки естественно полный но в предыдущем то же самое такое да вот с трудом она повернулась перфорация и такая уже намек на боковую поддержку так ну смотрите по салону теперь сейчас мы чуть убаиваем интенсивность обдова здесь у нас вот такая клавиша есть намного да действительно стал руль обтянут кожей он стал пухлый то есть ну реально машина как будто стала классом выше но здесь понятно что такая имитация строчки кожи здесь но выглядит очень круто я могу сказать что богато и на ощупь это вот такое не лакированное не дешевое дерево а вот такой матовый эффект настоящего прям здесь прослеживается ну машина стала шире и есть ну современно вот этот стиль передней панели стиле новых линейки toyota auris там новый corolla rafa вот на мой взгляд посадка стала более легковое место стало больше в машине ну по кнопочкам максималка то есть я уже говорил 4 стеклоподъемника стекла все замерзли так регулировка электрическая зеркал память сидений здесь уже есть датчик света значит сигнализатор смены линии если вы вдруг заснули он все на то что вы сменили полосу до отка электрическое открывание багажника подогрев зоны дворников подогрев руля давайте включим комбинация приборов стало немножко иной то есть у нас такой как у тахометр уровень охлаждения двигателя естественно бортовой компьютер так где у нас здесь у нас но 90-10 литров эта машина так как не едет поэтому компьютер не считает то есть не едет не застал что у него мало лошади я просто не передвигается вот запас хода после сброса то есть это режим эко управление значит нас полным приводом появилось несмотря на то что здесь стоит примитивная мофта у нас как сделали такой режим сейчас модно так делать запас хода вот текущий но все здесь принципе есть это компас если вы вдруг в лесу потеряетесь на нем да аукс и система система которая сигнализирует о нам о смене полос ну естественно значит у нас бился топливный бак уровень топливного бака не появился есть огромная система я так думаю что здесь у нас и камера заднего вида если мы вот ну да вот она есть мы включаем задний ход и она автоматически появляется и вращается одновременно с поворотом руля то есть так мы можем узнать траекторию так но медиа понятно то есть устройство аукс можно подключить iphone и она естественно и сенсорная так с музыкой буду аккуратнее потом опять не заблокирую климат-контроль стал по сравнению с предыдущим могу сказать что это очень так мы ну новый уровень то есть там не было сенсоров там было все проще по моему не было если я не ошибаюсь здесь все понятно управление климатом значит у нас зона обдув мы здесь регулируем скорость вентилятора то есть и двойной климат-контроль естественно здесь такая ниша для мелочей отключение системы стабилизации режим снова это работа автомата в основном так с помощью при спуске с горы это блокировка то есть мы муфту блокируем принудительно скорее всего она на определенной скорости за как на во всех таких машинах то есть до 10 км час мы можем принудительно заблокировать а потом она уже когда мы пройдем сложный момент она отомкнется так так а вот открывается подлокотник такой страны интересной формы не понимаю как вот эту часть открыть вот поэтому по по автомобилю но естественно вот режим работы н с то есть и ручной режим есть у нас я уверен просто что машина разгоняется абсолютно также просто документов поставили чуть время для формальность разгона уменьшили но я думаю что лошадей здесь столько же 277 как на предыдущем но это мы сделаем в тест-драйве в дополнительном да мы сравним динамику старого и нового автомобиля так значит далее сзади ряд сидений у нас естественно регулируется то есть вот это вот отдельно часть вот так вот здесь указатели как она складывается то есть так и так вот и у нас сиденье складывается но мы можем тут зайти назад или посмотреть ну сзади так сейчас сяду назад оценить кстати за счет использования сейчас я когда багажник буду показывать здесь у нас уже отдельный климат для задних пассажиров подогрева сидений включим потому что реально холодно вот шторка машинам если честно за те же деньги вот лампочки на место много действительно то есть я вот сижу в развалочку и ощущение что нижняя подушка стала длиннее сзади сидеть очень удобно как будто в седане но у меня еще спинка наклонена вот таким образом вот то есть но такая удобная лежанка образовывается да давайте откроем задний багажник то есть его можно либо с пульта открыть либо с этой кнопки вот открываем значит задний ряд сидений у нас хотел обратить внимание то плохо видно из-за того что машина немножко дымит а за счет значит многорычажки удалось пол багажника сделать чуть ниже сзади стояли макросы но и чтобы учить вы сейчас делали чуть ниже ну вот он задний ряд сидений подстаканники вот ну тут вряд ли если передней подкинуть то можно то есть отодвигаем естественно передней так как заглушить просто дымит сильно сзади она просто буквально на минуту так сейчас мы заглушим будет реально холодно на улице вот открываем багажник здесь у нас необходимые инструменты а я так понимаю что запаска у нас ну да снизу вот чехле так закрываем ну под капотом давайте посмотрим там наверное нет ничего нового так вот у нас у нас чуть ниже механические стойки стойка то есть дополнительная теплая шумоизоляция v6 то есть по двигателям у нас изменений нет такие же двигатель 180 сильная четверка и вот в 6 у нас стоит 35 основная именно изменить точки зрения техники это задняя подвеска и значит система полного привода здесь теперь она стала подключаемой через муфту для покорения бездорожья конечно же это немножко не так но для городского использования это намного эффективнее и как бы снижает расход топлива но если вы заедете глубоко в лес начнете буксовать у вас нагреется муфта и задница у вас отключится то есть задние колеса в общем значит вот что мы на мой взгляд выводы какие машина стала выглядеть намного лучше она стала более городской более такой поработали уже над расходом то есть подумали что действительно не надо платить там 277 шлейку что там по налогам намного дороже сделали по паспорту 249 теперь налогов платить намного меньше визуально она стала лучше то есть вот внешне такое более мужская более брутуальная и естественно за те же деньги практически машина стала намного качественнее как будто классом выше это был краткий вот такой обзор значит тест-драйв мы сравним обязательно динамику старого и нового то есть и посмотрим действительность он стал меньше ли все же то же самое но просто написали меньше и вот скоро будем проведем тест-драйв все всем спасибо за внимание до встречи ставьте лайки и подписывайтесь